ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наконец-то кто-то знает, что происходит. Как мне выбраться отсюда? На самом деле мы не здесь. На самом деле мы не говорим. Это всё не настоящее. Мы спим и видим сны. Сон превратился в кошмар. Он должен прекратиться, иначе нельзя. Но мы ничего не решаем. Решает он. И он не хочет, чтобы мы проснулись. Так. Кто это он, о котором ты говоришь? Он теперь называет себя Бетти. Но он всё тот же. Он может менять лица, как хочет. Но под маской остаётся всё то же зло. Брон, этот подонок думает, что раз он создал эту систему, он тут царь и бог. Но я знаю, он до сих пор использует терминал аварийного выключения. Я знаю это. Что за аварийный выключатель? Ты о чём вообще говоришь? Не знаю. Иногда мне не спится. Я слышу голоса. Моя собственная кожа как будто неправильная. Всё это неправильно. Поверь мне, умоляю. Найди аварийный выключатель. Что за аварийный выключатель? О чём ты вообще говоришь? Он в заброшенном доме. Он не хочет, чтобы мы туда ходили. Потому что боится, что мы его найдём. Это единственный терминал, связанный с внешним миром. Единственный способ всё это отключить. Найди его. Ништяк, спасибо. Вот, короче, вот эта засранка даёт задание. Ну, уже засранка. Надо довести Томми до слёз. Когда ты выиграешь в эту игру, может... Где мой отец? О, не волнуйся об этом. Тебя ждут дела. Скажи мне ещё об этом месте. Может, позже. Угу. Кто ты? Не забивай себе этим голову. Иди, прежде. Отличным я пора идти. Ладно, ребят, не будем доводить до слёз. Да, короче, хороший песик. Это на самом деле наш батя. Да, не похож, знаю, но это он. Вот, не будем никого доводить до слёз, потому что после этого он попросит кого-то покалечить, прибить, разбить брак и прочее. Поэтому сразу идём в заброшенный дом. Чем могу помочь, пацан? Где я? Ну и шутник. Ты на тренд... Скажи мне про Тимми Нёбиуса. Мой мальчик? Тимми? Тимми. Хороший малыш. Шёлковый, покладистый и светлая голова. Никогда ни с кем не дрался. У нас крепкая семья. Не знаю, что бы мы делали с... Видели моего папу? Не, вроде нет. Да не волнуйся ты об этом. Ты его найдёшь. Хорошо. В красный день. Конечно. Это же Америка, не так ли? Да, тут как-то уныло. Ван Коридже было интересней. Как будто как в старом кино. Вот, короче, потом эта коза заставит нас разбить брак, потом прибить бабку, который нам рассказывал в чём дело. Так что идём и ищем... Ищем терминал. Вот... Вот эта бабёшка ходит, насвистывает кот. В принципе, кот там, Дор и Ми, вот эта вот вся фигня. Ну, можно, блин, самому просто подобрать. Я как делал, я подбирал чисто. Вот, чё такое. Дом Дизис. Я чисто подбирал. Там, по-моему, всего, ну, попыток 35 можно сделать, не больше. Поэтому, в принципе, это не сложно. Да, кстати, посмотрим на нормальную тачку. Не поломанную. Как вам? По мне ништяк. Я бы на такой ездил. Правда, мне кажется, задний немножко тесноватый. И вот дизайн всё равно подводит, молясь. Похоже, вот эта вот камера заднего вида. То есть машина нереально прогрессивна для своего времени, как я понимаю. Вот. Не удаётся рассмотреть, есть ли там ремни безопасности. Похоже, всё-таки нет. Это года 60-х, как я понимаю. Тут ремней быть не должно. А вот что вот это, я не знаю. Может, ракетная тяга или ещё что-то. Найти папу, найти папу. Дом Симпсонов. Где же заброшенный дом-то? Ага, вот он. Или нет? Дом Роквилл. Привет. Блин, где дом? Блин, он тут и был. Или нет? Охренеть. А где? Ладно, будем открывать калитки там, где были. Вот он, заброшенный дом. Блин, они похожи. Ладно. Видите? Приборы сдают, все это хрень издаёт звуки. Нам нужно сыграть нужную мелодию. Звучит это всё так. Радио. Кувшин. Так. Гном. Видите? Там звук, если ошибки не выдаёт, значит мы всё делаем правильно. Гном дальше, по-моему, кувшин. Потом швакоблок. Или что это? Ну, кирпич здоровенный. По-моему, швакоблок всё-таки. Потом, по-моему, гном опять. Да, всё правильно. Последняя бутылка. Вот он, терминал моей мечты. Ещё раз повторяю. Просто мне неохота идти по садистскому пути. Да, там довольно-таки интересные квесты. Но я их делать не буду. Не хочу портить карму. А так, да, там прикольно. Вот. Но карма понижается нереально. Так. Доступ к программе китайского вторжения. Запись доктора Брона. Вагуна Тукан. Я наконец сознал, что модель вагуна Тукана сжил себя. Я устал от палящего солнца и мерно ударяющих берег вон. Мне больше не доставляет удовольствия наблюдать, как Симпсон мучается о цинги или слушать крики неизбавленно пожираемого акулой мака. Мне вопрос скучно. Пора вновь сменить сцену. Я тысячу лет не катался на лыжах. Отлично. Дальше, что тут есть у нас еще интересное. Горное шале. Вчера Дизерс поскользнулась на обледеневшей ступеньках. Шале пытается храниться на весе. Она умудрилась взлететь и упала прямиком на кованую железную изгородь. Это был впечатляюще зреющий. Все произошло совершенно случайно. Существует ли что-нибудь более величественное, чем багрянец на свежевыпавшем снегу? Видев это, я чуть было не передумал менять декорацию, но чуть не случается. 23 года. Достаточно длинный отпуск в швейцарских Альпах. Мне хочется чего-то более привычного. Ага. Еще что-то. Трэнквилити Вейн. Я удивляюсь себе. Я нахожу Трэнквилити Вейн, что значит спокойная аллея. Успокаивающий. Хотя это определенно Америка. Она напоминает мне кронах, город моего детства. В этой модели заложена очаровательная ирония. Здесь резиденты чувствуют себя во всех смыслах дома и безопасности. Когда я забавляюсь с ними, пасторальные иллюзии у них внезапно рассеиваются, что придает дополнительную прелесть моим потехам. Я думаю, что мы останемся в Трэнквилити Вейн надолго. Действительно надолго. Ага, отлично. Доступ к управлению версиями. Показать текущие параметры. Версия наручная коррекция для модулей. Обновленные тренироводы. Замена кода для роботов. Пользоваться неизвестим. Получил доступ. Пользоваться неизвестим. Правда, так. В предыдущих версиях. Ладно, все, назад. Доступ к программе китайской нашествии. Запустить сведения по... Отказоустойчивой программе. Запись. Так. Бывают дни, когда я подумаю, наконец, выдернувшись вилку из розетки, покончить как с этой имитацией, так со всей... Со своей жизнью. Именно по этой причине я все-таки потребовал установить программу китайского вторжения генерала Чейза. А переведя в неактивное состояние протокола безопасности, я добился того, что всякий субъект в убежище 112 умрет в физическом смысле, если при вторжении будут убиты их виртуальные воплощения. Короче, все сдохнут. Смесь в реальном мире, конец самоделирования, идеальная отказоустойчивость. По крайней мере, так бы и было, если бы не мой собственный недочет. Когда была запущена первая имитация, я узнал, что вторичные средства безопасности, те, что разработаны для военных и персонал в ОТЭК, не дадут мне умереть в реальном мире. И в случае отказоустойчивой гибели моего аватара, так, в конце мной будут убиты все субъекты, но я стану жив. Я не должен был бы хотеть чего-то многого, или так я думал. Это верно, что отказоустойчивость не только напугал бы президентов Транклинти Лэйн, но и принесла бы им жуткие смерти. Но тогда, что относительно меня, я не могу вывести из строя средства моей безопасности, находясь внутри виртуальной мира и всякие сущие аватарные. Все, хватит, короче, забить на эту хрень. Да хрена написал, запустить китайское вторжение. Все, выходим отсюда. Эй, где китайцы? Вторуха, иди за с учетом. А, она сидела все-таки. Некая. Еще раз глянем. Запусти китайское вторжение. Угу. Все, короче, понеслась. Вот они все тут. Китайцы! Китайцы! Вот как выглядят китайцы. Летом. Можно начать их бить. На нас они... На нас они атаковать не станут. Ну, всех остальных они сейчас перестреляют. Китайцы! Китайцы перемачить нельзя. По собаке стрелять они не станут. Ладно, поговорим с этой пиздой. Теперь я заказываю музыку. Ты всё равно всё перезагрузишь, кому какая разница. Эти люди больше не будут страдать, а ты получишь по заслугам. Теперь я заказываю музыку. Ты? Нет. Я потерян. Я... Я так одинок. Я ещё у него отца. Где он? Всё это время он крутился здесь. А тебе не хватило мозгов догадаться. Собака, понимаешь? Лучший друг человека. Но теперь из-за тебя у меня не осталось друзей. Скажи мне про Дек. Генератор Эдемских кущ компактный. Он был предназначен для терраформинга. Для возрождения мира после ядерной катастрофы. Технология очень нестабильная. И очень скучная. Зачем воссоздавать старую реальность, если вместо неё можно... Ладно, понятно, ты... Реально, поехал. Съехал с катушек. Всё, хватит. Скажи мне, кто-то есть, кто-то на самом деле. Моё имя Станислаус Браун. Браун, а не Брон. Это немецкая фамилия. Я учёный из Волтек. Я создал этот симулятор для Волтек. Но также и для себя. Это было моё величайшее создание. Мой шедевр. Реальность, которая лучше любой другой. Куда больше шедевр, чем моя работа над Гекком. Да, он наверняка в порядке. Не сомневайся. Когда ты выйдешь из симулятора, он будет тебя ждать. Но меня никто не ждёт. Так я могу идти... Разве это не очевидно? Раз уж тебе понадобилось трогать аварийный выключатель. У меня нет власти над тобой. Вот дверь. Уходи. Короче, если напасть... На эту дуру... Она нас сразу прибьёт. Вот. Китайца с собой забрать нельзя. Эээ... Ладно, всё. Вот дверь, выходим. Тух. Шлем сам собой, что ли, снялся? Я не спёрли мой шлем. Нет, не спёрли. Пойдём, представим перед батей во всей красе. Сынок. Слава богу. Я думал, что застрял там навсегда. Я рад тебя видеть, но... Но... Что ты здесь делаешь? Ты с тобой пришёл. Тебя ищу. Что ты здесь делаешь? Тебя могли убить. Я же не думал, что доктор Брон до сих пор жив. Да ещё и сошёл с ума. Я думал найти дневники или записи. Мне нужна была информация о Брауне и его работе над Гэком. Ты нашёл ту информацию, которую искал? Безусловно. Создание Брона Гэк должен был после ядерной войны сделать окружающую среду снова пригодной для жизни. Он не совсем стабилен, но я уверен, компоненты этой технологии – именно то, чего нам не хватало всё это время. Я должен вернуться в Ривит-Сити. Когда Мэдисон узнает про Гэк, я смогу убедить её, что у нас получится. Тебе нужно вернуться в Ривит-Сити? Я не справлюсь один. Мэдисон, доктор Ли, собрала в Ривит-Сити команду учёных. Они помогут нам. Лаборатория стояла без дела много лет. Там хватит работы на многих. И всё равно мы долго провозимся. Чем скорее я приду в Ривит-Сити, тем скорее мы с Мэдисон сможем начать работу. Ладно, хорошо. А я? А мне что делать? Кстати, о тебе. Почему ты вообще не в убежище? Я даже думать не хочу, как получилось, что ты снаружи. Как бы кстати ни была твоя помощь, тебе следовало оставаться там, где тебе ничего не угрожало. Ладно, хорошо. Ты оставил меня там, не попрощаешься. Что мне было делать? Оставаться в убежище. Тебя там ждала хорошая жизнь. Ну да уж. Но, полагаю, теперь уже поздно возвращаться, да? Смотритель, скорее всего, прикажет расстрелять нас на месте. Значит, пойдём со мной в Ривит-Сити. Ладно, пошли в Ривит-Сити. Папа, я не могу спасти с тобой. У меня другие дела. Серьёзно? Пройти такой путь, чтобы найти меня? Я думал, ты захочешь помочь. Мне нужно идти. Я не могу сейчас остановиться. Я возвращаюсь в Ривит-Сити. Ищи меня там, если передумаешь. Хорошо. Как на самом деле умерла мама? Я понимаю, ты имеешь полное право сомневаться во всём, что я тебе говорю. Но твоя мама... Она умерла при родах. Это было трудное время. Она... Поверь хотя бы в то, что... Ладно, мне пора идти. Вот, в принципе, мы закончили ещё один сюжетный квест. Спасибо, ребят, что вы смотрите меня. С вами был Това. До скорого. Пока.